С новосельем. Вот таким традиционным образом семья Алджоевых переступила порог нового дома. Мать пятерых детей из-за состояния здоровья не смогла прийти на торжественное вручение ключей. Ранее семья жила у родителей, теперь же они устраивают чаепитие уже в сон. В этом городке есть все необходимое для комфортного проживания, начиная от школы, заканчивая медпунктом. Я очень рада за свою дочь, что теперь у нее появилось свое семейное гнездо. Мы очень благодарны за эту поддержку. Мальчики сразу осмотрели дом. Братья очень рады тому, что у каждого из них теперь будет свой собственный уголок. 15-летний Тимирлан занял первую комнату и обустроил ее на свой лад. Я очень рад. Давно хотел себе отдельную комнату, теперь смогу учиться, не отвлекаясь ни на что. Такой же дом получила Фатиха Абдурахманова. Она одна воспитывает четверых детей. Вблизи ее дома построен швейный цех. Управлять им будет Фатиха. На предприятии будут трудиться 25 женщин. Фатиха благодарна такому подарку судьбы – получить и дом, и работу. Здесь работать и обучать здесь живущихся девушек, наших сестер и сестренок на пути Аллаха к швейной производстве. Мы будем брать заказы, несмотря откуда. Будем отшивать и верхние, и женские изделия в Казахстан, в Россию, в Москву. Такие социальные дома получили 104 семьи. Всего осадгородок занял площадь 31 тысячу квадратных метров. Здесь построено 26 домов по 4 квартиры, обставленные мебелью и техникой. Имеется фельдшерско-кушерский пункт, продуктовый магазин, детская площадка, футбольное поле, а также мечеть. Дома построены специально тем матерям, которые остались одни воспитывать детей. Списки на получение квартиры формировались с Гуркиенешем. Для этого была создана специальная комиссия. Торжественно открыли соцгородок и вручили ключи заместитель председателя Кабмина Джилдис Бакашева и председатель Кувейцкого благотворительного фонда Ас-Сафа Мухаммед Абдулрахман Алшайя. Отметим, что строительство и закупка стройматериала, включая проект на сметную документацию, закупку мебели, инвентаря и оборудования социального городка профинансировал именно фонд «Центр Ас-Сафа». Увидев одиноких матерей и нуждающиеся семьи, мы решили построить такой городок. Для реализации задуманного было потрачено 116 миллионов 300 тысяч долларов США. В свою очередь, Джилдис Бакашева отметил, что такая поддержка всегда ценится нашим народом. И то, что это не первая подобная помощь с их стороны. Кроме этого, Бакашева добавила, что Кабмин предпринимает все меры для повышения уровня жизни нашего населения. Как сегодняшний проект, реализуемый Кувейцким фондом Ас-Сафа, это обязательно вносит весомый вклад в реализацию нашей политики и решает много, ряд таких социально-экономических вопросов в нашей стране. Для нас это очень важно. Напомним, что социальный городок в Токмаке является пятым по счету построенным общественным объединением Центр Ас-Сафа. Так, объединением построены и сданы в эксплуатацию соцгородки в селах Садовое, Чемкоргон, Октябрьска и в городе Баткен.